Все, наверное, думают, что байкеры слушают рок, тяжелую музыку. Вот что байкеры слушают. Сегодня программа «Коза» вместе с вами будет исследовать роковое поколение. Но классно. Правда, сейчас рэки. Надо, как бывает. Надо подождать. Ты мне перед съемкой сказала, чтобы я тебе задала парочку каверзных вопросов. В конце концов, потому что я всегда одна попса. Ну реально, а сегодня уже она байкерская вечеринка, поэтому давай байкерские каверзные вопросы. Жги. Супер. Меня всегда интересовало, реально. Это правда или миф? Если девушка садится на мотоцикл, она должна отдаться байкеру, хозяину мотоцикла. Конечно, правда. Конечно, правда. Как это происходит? Это происходит какое-то до или после? Или чек? Это во время? Во время? Во время? Он едет, она ему отдается. Натурально? Слушай, черт возьми. Да, ну конечно. А ты как думала? Натурально. Ну конечно, нет. Боже мой. Натурально это потом. А пока это все метафизически происходит. Я так понимаю, вы девушки байкеров. Вот так вот они выглядят. Конечно, именно так. И они вот так вот дома танцуют или возле байка? Везде. Они дерзкие. Самые эффектные, самые брутальные, самые сексуальные, естественно. И полуголые. Ну, это само само. Честно, я не знаю, решилась бы я станцевать такой танец, как бы дома. Вот я не знаю. А вот вы можете так дома станцевать? Приходите в школу танцевальдэнс. Мы вас научим. Смотри, смотри. Майские праздники в пробке прикольно проходят. Вот 3 мая Земфира, да? Да, 3 мая Земфира. Смотри, я тебе дам совет, чтобы не запоминать информацию, можно фотографировать ее. Но ты можешь фотографировать, а я буду тебе озвучивать, чтобы двойной удар, скажем так, по памяти и организму. 3 мая Земфира. Группа из Киева, партики Нюма. Я тебе предлагаю с ними тоже поделиться, им тоже интересно. У тебя микрофон работает, когда поворачиваемся? Да. Я понял. Мы тут в секрете еще или только что, чтобы информация запомнилась точно, нужно смотреть на нее, читать ее, чувствовать и пить. У нас сегодня байкерская вечеринка. Вы как, за них или против? Ну, наверное, против. Почему? Ну, потому что они мешают спать, когда они гоняют на мотоцикл. Так мы пришли, как домой. Мы должны просто знать практически каждого, любить. Он говорит, это ты мне не давал такой плохой спать в 2 часа ночи. Ну, это правда. Я хочу тебе признаться, пусть это будет попса слезливая, но когда мы с тобой познакомились на одном мероприятии, после него я пришла к Александре и сказала, есть группа, просто можно умереть. Она такая, да? А кто это? Я говорю, Вислин Дикси. Она такая, так они у нас в четверг выступают. Представляешь, просто звезды как сошлись тогда. Тут все, и звезды, и полоски сошлись, 100%. А когда мне можно будет свою часть гонорара получить? Ты мне скажи, когда мы еще раз повторим вот это замечательное мероприятие? Это было очень весело, особенно когда мы пели все вместе, знаешь, как один организм. Я бы повторил. Я бы тоже повторил, но ты не ответил на мой вопрос. Когда мне ждать свой процент? Что тебе ждать? Гонорар? Вот, ты что возьми. Мы же бедные музыканты. Можно я поделюсь очень грандиозной новостью? У нас, наконец-то, пройдет безумный трибют-концерт Ленинграда. Шок, шок, никогда такого не было. Не было такого, потому что вход платный будет. 25 мая билеты в продажу на интернет-билет Юэй. А также через программу Коза можно по дешевке взять. Да, можно, конечно. Через мая чуть-чуть дороже будет, чуть-чуть. Я просто интересуюсь, на всякий случай, это трибют. Это трибют, да. Шнур не приедет. Но это Dream West. В общем, этот Ленинград будет в памяти харьковщан 100%. 3 мая Ньюба, которая представляет вторую столицу Украины, город Киев. Они приедут в первую, в Харьков, к нам, в пробку. И сделают уже полюбившийся безумно крутой трибют-концерт Земфиры. 12 мая Сашко Положинский приедет сюда и будет дарить старые, новые хиты, всеми любимые. Гурт Тар Таак! Про Ленинград уже сказали. Я говорю Тар, вы скажете Таак. Тар Таак. Ну, так будет. Я буф на концертах. Продолжение следует...